Как известно, абитуриенты с высокой температурой и с подозрением на наличие коронавирусной инфекции не были допущены до вступительного тестирования. В то же время не было никаких поводов для отчаивания, ведь через 4 дня после полного завершения тестирования для них провели отдельные экзамены. При этом они должны были иметь заключение о том, что они здоровы. Как мы сообщали ранее, вступительные экзамены вузы страны в этом году проходили со 2 по 13 сентября. В соответствии с постановлением Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, при входе на территорию проведения экзаменов у всех абитуриентов измерялась температура. В связи с этим, те, у кого она была выше 37 градусов, должны были покинуть место проведения тестирования и прийти на 4 день после его завершения. Таким образом, дополнительные тестовые испытания для этих поступающих прошли 17 сентября в республике Каракалпахстан и других регионов с 8.00 до 11.00. Также вступительные экзамены были организованы в столичном ботаническом саду города Ташкента с 3 дня до 6 вечера. Сегодня в ботаническом саду проводятся тестовые испытания для отстраненных от тестов абитуриентов, у которых была высокая температура и подозрение на коронавирус. Всего их 37 человек. Вопросы привезены сюда после пересмотрения и соответствуют направлениям и выбранным факультетам. Всем будущим студентам в обязательном порядке рекомендовалось быть на месте не менее чем за час до запланированного времени, имея при себе паспорт и специальное разрешение, выданное государственным центром тестирования. Отметим, что в этом году абитуриенты могли получить его через электронную почту или войдя в личный кабинет на официальном сайте ЦГТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова